Саганцар. Особый праздник для калмыцкого народа. Это единственный праздник в году, когда живущие далеко родственники стремились навестить свой родной хатон. Поэтому поездка в гости, хождение по гостям и прием гостей были неприемлемым атрибутом праздника. Считалось, что чем большее число гостей посетит кибитку с пожеланиями благополучия, тем успешнее будут обстоять дела в этой семье. Порядок посещений строго регламентировался, с поздравлениями шли вначале к старейшинам рода и только потом навещали молодых родственников и однохотонцев. Преподносили им подарки. Хождение по гостям сопровождалось праздничным весельем. Звучала музыка, песни, исполняли станции. Все заранее готовились к встрече праздника. Делали генеральную уборку в доме, шили и покупали новую одежду. Выбирали жирного барана, варили мясо, все вещи стирали. В канун праздника женщины мыли голову, расчесывали волносы и одевали шевырлык. Надевали рубашки с белым воротником. Перед праздником Цаханцар, хозяйка дома, сделав борцыки, перебирала четкие, потому что этот день называется Мац Кызвер, день молитв. Цаханцар наступал рано утром, когда можно было различить линии на ладони, айханайры, или когда можно разглядеть вытянутые пальцы. Праздничная пища в большом количестве готовилась к празднику для людей и для подношений. Это прежде всего ритуальная еда для богов, духов, предков, так как в единой трапезе соединялись боги и люди, предки и потомки. В пище, поднесенной богам, придавалось магическое значение – способность содействовать процветанию и долголетию людей, богатому урожаю и приплоду скота. По обычаям встречи Нового года, по лунному календарю, монголам традиционно запрещены некоторые действия. Цер – это грех или запрет в переводе с монгольского. Многие ли знают, какие действия могут быть цер – т.е. под запретом в самые важные дни цахан-сара. Нельзя набирать воду из ручья, реки или колодца. В этот день заранее должны быть наполнены все емкости с водой, которые будут потреблять в первые дни цахан-сара. Нельзя шить и реставрировать старую одежду, дел и т.д. Ибо одежда должна быть новая, что символизирует счастье, добро и долгие годы жизни. Нельзя отдавать вещи или деньги в долг. Это считается открытым пути расхода в течение Нового года. Лучше постарайтесь встретить Новый год без долга или за должности у людей. Запрещается в этот день также плакать и ссориться. В противном случае монголы считают, что весь год вас будут сопровождать слезы и ссоры. Не выбрасывать 1-го числа Нового года мусор из дому или пепел, золу из печи. К Новому году все в доме уже должно быть очищено и убрано. Говорить неблагоприятные слова, резать скот, охотиться три дня от начала цахан-сар также запрещено. Это будет означать, что случится беда либо смерть среди родных и близких. Седьмой день цахан-сар. Нельзя проводить обряды приветствия или поздравления. Ходить в гости к родственникам. Этот день называется черным днем. В лунном календаре потому и запрет такой. По традиции муж и жена не проводят обряд золгох. Гласит, что обряд между супругами будет означать разлуку, так иначе они станут чужими друг другу. Нельзя нарушать естественные традиционные правила и обычаи празднования и поведения, чрезмерно употребляя алкоголь. Нельзя буянить и поедать без разрешения хозяина дома продукты и блюда праздничного застолья. Не носить с собой холодное оружие и нож и так далее, что будет знаком начинания вражды или поводом для войны. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.